Музыка На сегодняшний день завершен один из этапов работ, проводимых по адресу улица Ясная, 10. Проведены следующие работы, зафиксирована несущая стена путем укрепления ее, также проведены работы по обшивке кровли, также проведены работы по герметизации конструкции с той стороны торцевой стены, где было обрушение. Все процессы, которые могли быть на сегодняшний день и могли привести к какому-то дальнейшему разрешению здания, остановлены. Восстановлена подача воды в левую часть здания и восстановлено электроснабжение также в левую часть здания. Обслуживающей организацией КПЖКС Фонтанский заказано очередное еще одно техническое заключение. Заказано оно было у строительной академии, у специалистами. В академии было проведено исследование, исследование было проведено в фундаментной части здания, несущих конструкций, несущих стен, кровли, перекрытия. В заключении было указано, что здание не имеет никаких подвижек и есть возможность людям вернуться в свои квартиры, имеется в виду в левую часть здания, которая не пострадала и не имела никакой деформации. Мы, с своей стороны, провели все необходимые мероприятия для того, чтобы обезопасить людей на момент их нахождения там. С сегодняшнего дня люди начинают переезжать в свои квартиры. Также на сегодняшний день могу сказать, что в санатории Мрия проживали 9 граждан с дома Ясная-10 и еще 21 человек находились в съемных квартирах. На сегодняшний день 30 человек мы готовы переместить в свои квартиры, вернуть. В квартиры также поданы все коммуникации, вода, свет, написаны письма в Одесса ГАЗ для возможности подключения части дома к ГАЗу. Сам переезд займет несколько дней, возможно неделю, поскольку люди выезжали оперативно, забирали на протяжении всего лета все свои вещи необходимые для проживания. Им точно так же нужно их вернуть теперь в свои квартиры, мы будем помогать им переезжать в свои квартиры. Что хотелось бы сказать, в левой части здания находятся коммунальные квартиры. Это квартира 3, это квартира 5, это квартира 7 и 1. На первом этаже квартира номер 2, она вообще не пострадала, она самостоятельная. Мы также сегодня рассматриваем возможность возврата в самостоятельную квартиру двух жителей, которые проживали ранее в этой квартире. На данный момент проходит осмотр квартиры, стен и самого здания. Что касается жителей, которые потеряли свои квартиры в той части, где произошло обрушение, жители летом обратились по нашей рекомендации в юридический отдел департамента городского хозяйства. Им был предоставлен список документов необходимых для получения так называемого жилья в маневренном фонде. На сегодняшний день ни одна обратившаяся семья не имеет возможности получить пока что квартиру, по той причине, что документы в департамент городского хозяйства в том формате, который необходим, не поданы. Все люди, которые проживали в правой части здания, живут на съемных квартирах, либо у родственников. Мы можем говорить, что ряд мероприятий, которые были направлены на упреждение процессов, которые могли дальше разрушить дом, они остановлены. Большая часть жителей, которые проживали в этом доме, с сегодняшнего дня будут возвращены в свои квартиры. Та часть жителей, речь идет о четырех квартирах, которые не имеют пока возможности переехать в свои квартиры, поскольку они разрушены, им придется подождать. На сегодняшний день рассматриваются два варианта. Это либо средства, выделенные из городского бюджета, либо путь, еще один, это поиск инвестора. На сегодняшний день ведутся переговоры с рядом из них, которые рассматривают возможность либо реконструкции, либо постройки нового здания на этом месте. По адресу Бунина, 35, где было возгорание дома из-за халатного обращения с огнем, выполнены ряд мероприятий на восстановление самого дома и его целостности. Летом мы собирались с представителями бизнеса, которые остались неравнодушными к данной проблеме и помогли восстановить крышу. Крышу восстанавливали квалифицированные подрядчики. На данный момент крыша на 80% восстановлена, она будет через несколько недель завершены будут работы, сделана качественно. Управляющей компанией были выполнены ряд мероприятий по съему аварийных элементов дымоходов, аварийных элементов, которые находились в парадных элементах, которые нависали с внутренней части двора. Вывезен был мусор строительный после пожара, порядка 15 лодок, 15 кубовых. То есть работы проведены были масштабные. Сегодня департаментом городского хозяйства привлечены подрядчики, которые, я надеюсь, до Нового года начнут ремонтные работы в самих парадных, где деформированы были лестничные марши и рухнуло перекрытие чердачное. Значит, что хотелось бы сказать, что данное строение не является, будь на 35, не является аварийным. Речь шла, когда мы говорили еще летом о том, что и жители пытались поднимать вопрос о том, что дом признать аварийным, речь шла об ряде элементов, которые имели износ 72%. Эти элементы находились в районе парадных здания самого. Сам дом такого износа не имеет. Мы подготовим после окончания работ, которые будут проведены департаментом городского хозяйства по ремонту парадных, еще одно техническое заключение, которое также будет выполняться в строительной академии. Мы изучим все части дома, в том числе несущие фундамента, несущие стены, перекрытия и крыши. И дадим объективную оценку по статусу этого дома. Часть людей, это в количестве 9 человек, проживают на сегодняшний день в мечте. Нам необходимо несколько дней для того, чтобы людей, которые проживали на Бунин-35, а на данный момент проживают в санатории Мрия, нам необходимо несколько дней для того, чтобы переместить их в общежитие АГЭТ. Остальная часть находится либо в своих квартирах на Бунин-35, которые не пострадали, либо снимают квартиры, либо живут у родственников. Продолжение следует... Продолжение следует...